Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и мы начинаем очередной обзор новостей того, что у нас происходит в мире, что происходит с нефтью, как она обваливается, как что происходит с распространением коронавируса, как это все влияет на наши деньги и чего вообще ожидать в ближайшем будущем от доллара, от экономической ситуации в стране. К некоторому моему сожалению, новости в основном будут не слишком позитивные сегодня. И вчера мы с вами говорили о том, что есть позитивного в кризисе и в вирусе. Если не видели это видео, посмотрите вчерашнее видео на канале. Но сегодня придется вернуться к реальности. Итак, давайте начнем с показателей. Первый очень негативный фактор это то, что вновь обвалилась нефть почти на минус 5 процентов до 25 долларов за баррель, даже ниже опускалась, побила антирекорды все, которые возможно в очередной раз. И это привело к тому, что рубль дешевеет. Пока не сильно, что, кстати, удивительно, потому что если такая тенденция продолжится с нефтью, мы сейчас этот с вами обсудим, поговорим, то рублю, конечно, будет очень печально в этом мире. И фондовые рынки тоже упали на фоне всего этого. Российские фондовые рынки, но, впрочем, и международные тоже, потому что не только у нас плохо, хотя у нас особенно не сладко. Но, правда, у нас, с другой стороны, у нас пока не такая плачевная ситуация с вирусом, как, например, в той же Америке. Но давайте начнем с темы вируса, которая сейчас очень важна, и к этому надо подготовиться. В конце нашего сегодняшнего видео я расскажу мои рекомендации по тому, как лучше, по крайней мере, с экономической точки зрения подготовиться к этому. Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по стране. В правительстве рассматривают возможность приостановить внутренние авиа-ЖД перевозки и также обсуждается введение ограничений на передвижение по стране. Кроме того, вот еще одна такая новость. Карантинные мероприятия могут быть на 40 дней. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» следующее сказал, что карантинные мероприятия подразумевают 40 дней. Текущие 7 дней выходных для большинства людей это промежуточный этап, чтобы понять, проводить серьезные мероприятия или нет. Ближайшие 2 недели переломные, смотря как мы их закроем. Сможем ли контролировать распространение инфекции. То есть это все к чему? Что с очень большой вероятностью в ближайшие дни, но видимо по истечении вот этой недели, а может быть и нет, мы с вами, как и многие страны уже другие, войдем в карантин. То есть когда будет запрещено либо полностью, либо в очень существенной степени вообще передвижение. И это очень важно с разных точек зрения. Ну во-первых, надо понимать, что сейчас, то что мы уже обсуждали, у большинства бизнесов небольших будут огромные проблемы, но они уже есть. И мы об этом говорили и скорее всего дальше все это будет ухудшаться сейчас. Соответственно, будьте готовы, если вы в малом бизнесе, что у вас будут проблемы с зарплатами, с деньгами, с доходами. Это первый момент. Второй момент, это то, что вот такое вот схлопывание экономики, конечно, очень сильно ударит и по всем остальным показателям. То есть то, что касается фондового рынка, то, что касается, например, сделок по недвижимости, кто хотел что-то приобрести или наоборот продать. Скорее всего, сейчас у вас все это заморозится, потому что просто вот нигде нельзя будет, не будут работать никакие МФЦ, РУС, реестры и так далее. Никто не будет регистрировать сделки. Поэтому любые инвестиционные мероприятия, конечно, сейчас имеет смысл притормозить до какой-то нормализации ситуации. Ну и, конечно, имеет смысл подготовиться к карантину. То есть как вы войдете в него, потому что, вот как этот врач, по крайней мере, говорит, что около 40 дней это может продлиться. То есть лучше готовиться к тому, что где-то до конца мая можно просидеть в этом самом карантине. И что вам для этого нужно. То есть лучше здесь подготовиться. Я скажу свои мысли в конце. Так, теперь давайте к нефти. Здесь тоже, к сожалению, новости не положительные. Первое. На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть. То есть представьте, за то, чтобы ты взял нефть у кого-то, тебе еще приплачивают деньги. Почему? В США спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилища. Некуда заливать нефть. И даже уже некоторые компании стали действительно это предлагать. То есть нефть покупается с отрицательной ценой. Тебе еще приплачивать за то, что ты забрал. Потому что останавливать выкачку, останавливать производство. Это гораздо более дорогостоящее, чем просто кому-то отдать уже получается. И следующая новость. Место в мировых нефтехранилищах может закончиться уже через три месяца. В случае, если в мире остановится экспорт нефти, существующих хранилищ хватит на три месяца. А в России всего лишь на восемь дней. Сообщает Блюнберг. У России осталось наиболее низкое число доступных хранилищ, если брать крупнейших производителей. В случае, если экспорт иссякнет, ей придется в течение недели свернуть нефтедобычу. В случае с США этот срок составляет один месяц. А Саудовской Аравии 18 дней. Это что значит? Это значит, что сейчас из-за того, что очень упал мировой спрос. Вот следующая новость. Мировой спрос на нефть может упасть на 20%. Из-за того, что люди изолированы. Самолеты не летают. Пароходы не очень-то плавают. Автотранспорт. Тоже гораздо меньше людей ездят на нем. Поэтому потребление нефти очень сильно сократилось. И ее, она становится просто не нужна в тех объемах, на которые настроены текущие нефтяные компании. И что это значит для нас с вами? Это значит очень сильный, опять же, удар по рублю, который обеспечен нефтью. В первую очередь. Если сейчас это продолжится, если сейчас особенно никак не договорится Россия со странами ОПЕК, то мы можем получить то, что рубль упадет еще грандиозно куда. Даже тут сложно предсказать до какого уровня. Понятно, что его будут какое-то время пытаться поддерживать. Но мы сейчас поговорим, что обсудим следующие новости, что скорее всего не очень-то его уже смогут поддерживать долго. Потому что запасы сейчас тоже будут таять на глазах. Но здесь повторюсь, что это не является инструкцией к действию. Это моя логика. Может быть у вас она будет другая. И за ваше решение я здесь ответственности не несу. Но лучше быть готовым к такому сценарию, который очень вероятен. Возможно. То есть какое здесь решение, что если резко сократят добычу нефти все, и цены как-то нормализуются, пойдут вверх. Но пока к этому сильных предпосылок нет. Но собственно в апреле должна по идее состояться встреча России со странами ОПЕК, с представителями ОПЕК. И они должны о чем-то договориться. Но договориться или нет, неизвестно. Поэтому с точки зрения и нефти, и коронавируса у нас пока ситуация тоскливая. Дальше. Россияне спешно закрывают счета в банках и снимают наличные. После новостей, озвученных по поводу того, что будут налогами облагаться проценты с вкладов банковских. И в письме Ассоциации банков России, главе ЦБ Эльверии Набиулиной, это объясняется тем, что клиенты не поняли нововведений, а разъяснений в публичном пространстве было недостаточно. Но этот вопрос мы уже обсуждали ранее, что вызывает массу вопросов, насколько это оправдано было прямо сейчас. Но вот мы имеем то, что имеем. Что люди начали извлекать деньги с вкладов и переводить их в наличные, в основном валюту. Потому что доверия рублю нету, доверия вкладам нету, куда девать. Но сейчас, собственно, большинство мира так себя и будет вести. Поскольку непонятно, куда же, чему же можно доверять. На всякий случай все будут брать доллары. Несмотря на то, что Америка вовсю включила печатный станок, обещает напечатать в ближайшее время 2 триллиона долларов. Но с другой стороны, поскольку доллар сейчас это единственное, куда все бегут. Не единственное, но основное. То это служит поддержкой ему. Несмотря на печатные станки Америки. Следующая, опять же, не очень позитивная новость пока. Резервы Центробанка за неделю упали на 5%. С почти 30 миллиардов долларов исчезли. И это почти рекордное сокращение резервов. Чуть больше было только в 2008. Совсем немножко больше. И в 2009 тоже немножко больше. На это повлияло удорожание доллара к остальным мировым валютам. Поскольку Центробанк хранит деньги не только за золото, валютные резервы. Не только непосредственно в долларах, но и в других валютах. Но доллар укрепился много к кому сейчас. И получилось, что валютные резервы сокращаются. Кроме того, видимо, еще и Центробанк как-то с валютой какие-то операции проводит. Которые также приводят к тому, что резервы сокращаются. Но это к чему все? Что на 5% за неделю сократились резервы. Это очень много. То есть, вот у тебя было 100 рублей, стало 95. Вроде как бы мелочь. Но это всего лишь за неделю. И еще не начались самые проблемы из-за вируса. Еще не начались массовые банкротства мелких бизнесов, закрытия. Еще не оказалось без денег куча людей. То есть, проблемы-то еще основные финансовые, экономические. Скорее всего, нас ждут впереди. И поэтому здесь тоже новость в этом плане не очень позитивная. Так. Минпромтор предложил разрешить россиянам покупать машину за счет мат-капитала. Это решение поможет продать около 60 тысяч машин, считает ведомство. Срок реализации инициативы 1 апреля 2020 года. Непонятно, как они за несколько дней так шустро это ведут. Но и будут ли сейчас покупать машины? Хотя, скорее всего, будут. Потому что, ну, какая будет логика, я подозреваю у людей. Рубль обесценивается. И чего толку мне держать мат-капитал? Лучше я хоть что-то на него сейчас хоть как-то использую. Машина тем более валютная. Машины будут тоже дорожать. Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, моратории на штрафы до конца 2020 года. Отсрочка уже выписанных штрафов. Это мы, кстати, с вами пару дней назад, если помните, обсуждали. А какие бы меры мы с вами могли предложить. Вот видите, Мишустин нас с вами услышал. Расширение льготного кредитования. Отсрочка арендных платежей. Сопровождаемые компенсацией собственникам. И обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды. Ну, в принципе, как бы это разумные хорошие меры. Другое дело, что, вероятно, этого будет недостаточно раз. А самое главное, опасение. Что пока эти меры дойдут реально до реализации, бизнес уже благополучно обанкротится. Ну, в том или ином виде закроется, прекратит свою деятельность. Поскольку, ну, особенно те, у кого серьезные проблемы, в первую очередь, розницы, услуги и так далее. У которых аренды висят, зарплаты сотрудникам висят, а доходы все встали. Тем более, сейчас выходные. Пять срочных мер, на мой взгляд. Что можно и нужно предпринять сейчас? Первое. Я рекомендую составить бюджет на ближайшие два месяца. Поскольку, весьма вероятно, что вскоре нас ждет карантин. И надо будет как-то в этот, под новые реалии подстраиваться. Лучше составить подробно бюджет. То есть, все, что мне нужно купить на этот период. Сколько это будет стоить? Сколько у меня есть денег? Сколько каких доходов? Насколько нормально я смогу прожить на это время? Ну, понятно, хорошо, если у вас есть подушка безопасности. Хотя бы на полгода вы молодец, вы в сильной ситуации. Но, к сожалению, таких финансово подготовленных людей, грамотных людей будет немного. И большинство сейчас на большой скорости с кучей взятых кредитов влетит в финансовую яму. И поэтому постарайтесь максимально составить свой бюджет. Все, что вы планировали приобретать. Подумать, что является вот прям строго необходимым. От чего можно отказаться? А от чего точно нужно отказаться? То есть, вот три сценария. Как бы нормальный. Если все хорошо, все идет по плану, вы как бы вот в таких рамках живете. То-то, то-то, то-то приобретете. Второй такой средний сценарий. То есть, если будет уже тяжело, от чего вы в первую очередь откажетесь? И третий сценарий. Сценарий выживания. То есть, когда вы оставляете строго то, что необходимо для выживания. Какие-то минимальные суммы трансите на еду. Но, может быть, на что-то еще. То есть, чтобы вот просто протянуть этот период, пока сойдет эпоха карантина. Потому что, ну, сколько она продлится, непонятно. Но, судя по тому, как это было в Китае, это в декабре у них началось. В феврале они уже пошло на спад. У нас началось в марте. Соответственно, примерно, скорее всего, где-то до конца мая нам с этим жить. Ну, это, опять же, мои предположения и размышления. Сделать запас наличных. Я бы очень советовал иметь какой-то запас наличных. Хотя, тут надо быть, конечно, аккуратным, что через банкноты тоже может передаваться вирус. Можете их как-то продезинфицировать санитайзерами. Но, вместе с этим, лучше иметь не рассчитывать только на банковские карты, а на всякий случай еще и иметь реальный кэш. Потому что может потребоваться. Не везде может оказаться так, что где-то вам надо будет расплатиться наличными. Что нужно на один месяц? Составить себе прям подробный список. Что мне нужно на один месяц или на два месяца, чтобы нормально, спокойно выжить. Потому что в случае карантина, ну, по крайней мере, то, что мы видим по другим странам, может быть сложно и муторно добывать какую-то себе, какие-то необходимые вещи, которые вроде в повседневной жизни сейчас они легко доступны, а в период карантина может быть не так. И я бы составил прям четкий план личных действий. Что вот, допустим, вы сейчас сидите и узнаете новость, что завтра объявляется карантин, все передвижение запрещено. По улицам, ну, за какими-то сильно редкими исключениями. И как вы действуете? Чтобы это не было для вас внезапной неожиданностью. Вау, как же так? Для многих это будет неожиданностью. Хотя, как бы видно, что волна надвигается, что она все ближе и ближе и ближе. Ну, судя по всему тому, что происходит сейчас по заявлениям властей, врачей, нарастанию коронавируса, количество заболевших, а то лучше подготовиться, лучше иметь четкий такой экстренный план, что я делаю, где, как, откуда, кого там забираю, перевожу, что, куда, где мы остаемся, где лучше пережидать все это время. Ну, вот так, вот в такое непростое, но интересное время мы живем. Кризис – это всегда возможность. Возможность выйти из него более сильным, успешным. Но главное его нормально протянуть и дойти до конца. Всем удачи и хороших выходных.